всем привет добро пожаловать на мой канал в этом уроке я вам покажу как создать новый блок с нуля программе electric field 5 версии давайте приступим так как эта функция 8 версии у меня недоступна поэтому буду показывать на 5 версии я запустила программу создала новый проект у меня программа выдала стартовый эскиз будущего изделия далее мы проверяем какой у нас система измерения сейчас у меня программа в дюймах соответственно мне надо поменять на сантиметры теперь мы нам нужно перейти в рабочую область для создания нашего блока для этого мы верхнем левом углу приложения нажимаем work table и здесь переходим на work on блок приложение нас перекидывает вот в такую рабочую зону и что мы здесь видим видим панель быстрых инструментов основных видим рабочую область и в рабочей области есть точки в сетке скажем так точки примагничивания что это значит смотрите если я хочу нарисовать какую-то линию мне не обязательно вот точку в точку соприкасать линию я хочу вот сюда у меня программа автоматически примагничивает конец линии в ближайшей точке у нас есть несколько видов создания блоков есть простой блок который как раз таки вот сейчас у меня включен потом идет у нас чуть посложнее блок рисование блока и здесь уже идет вместе с с аппликациями с какими-то сложными моментами в блоке мы остановимся на простом и давайте мы сегодня попробуем построить вот такой блок покажу на примере но прежде чем начать строить нам нужно сделать несколько настроек переходим во вкладку блок здесь нужно настроить сколько у вас будет внутри сетки точек по горизонтали и по вертикали и здесь есть размер блока я сделаю 4 на 4 и чтобы у меня она делилась на равной части я поставлю здесь 24 точки по горизонтали и 24 точки по вертикали также можно здесь выбрать цвет границы поля можно сделать синий можно черный можно красный как вы хотите его в следующей вкладке у нас идет миллиметровая бумага это вспомогательные линии при создании блока здесь можно выбрать количество чтобы сетку создать из миллиметровой бумаги тут можно покажу допустим на будет сетка 6 на 6 цвет у меня будет в по стандарту который предлагает и чтобы ее включить мне нужно выбрать граф пейпо лайнс стиль нажимаю ok у меня смотрите на блоке сразу появились вспомогательные линии если вам это не нужно то можно отключить точно также через настройки просто здесь выбрать стиль бланк это у нас убирается далее по основным инструментом у нас идут 1 это у нас выбрать какой-то элемент на блоке 2 это line tool прямая линия третий инструмент это арктул это так этой линию выбрала это кривая линия и здесь идет или тула эта трансформация ну то есть можно с помощью этого инструмента изменить там например степень окружности у линии увеличить уменьшить длину и и последнее сейчас я это удалю так и последний инструмент это идет грайд тул это сетка который дает возможность быстро нарисовать если у нас блок состоит из 3 на 3 квадрата то сетка позволяет быстро это нарисовать сетку также можно настраивать если вы зажмете нажмете на левый нижний угол этого инструмента то у вас появится окно с настройками сетки например хочу сетку 6 на 6 поставила это количество и вытягиваю сетку меня блок разделился на 6 равных частей ну то есть вот так так теперь давайте приступим сейчас я удалю давайте приступим к этому блоку мы видим что этот блок можно разделить на на 6 равных частей 1 2 3 4 5 6 соответственно нам мы можем построить сетку сетку так сетку я настроил у меня 6 на 6 и от верхнего левого угла либо от любого угла вытягиваем эту сетку далее нам нужно построить вот эти боковые квадраты строим здесь диагональной линии здесь 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 и здесь далее нам нужно построить вот этот центральный квадрат рисуем ведь я даже не довожу не до конца довожу вот например сделаю вот так указатель у меня программа автоматически примагнитит к ближайшей точке так этот квадрат мы построили теперь нам нужно построить внутреннюю часть квадрата давайте сначала посмотрим построим вот этот квадрат берем и строим далее нам нужно внутреннюю часть построить я начну с середины построю квадрат 4 на 4 далее от этого квадрата мы нарисуем вот этот квадрат рисуем все очень просто и у нас вот эти вот эти надо нарисовать соответственно нужно вот этот квадрат нарисовать ориентируйтесь нас на ваши точки эти треугольники у нас уже есть теперь я хочу убрать вспомогательные линии для этого выделяю и удаляю те линии которые мне не нужны те линии которыми нужно скорректировать то есть я убрала в центральной линии 2 теперь мне нужно скорректировать вот эти линии я их делаю вот так укорачиваю с этими линиями точно так же мы их уменьшаем все наш блок нарисован смотрите теперь нам нужно перейти к заливке цвета внизу снизу у нас есть вкладка color и что мы видим у нас пропала центральная часть объясняю почему это происходит в первую очередь эта программа создана для не просто для того чтобы нарисовать рисунок мы создаем рисунок как мы мы будем шить мы понимаем и программу понимает то что вот этот вот центральный блок он взялся вообще ниоткуда то есть как мы будем шить непонятно поэтому нам нужно понять как мы будем здесь 6 шить мы к центральному квадрату вот к этому мы будем пришивать полосы то есть это эти линии это не просто линии на рисунке это линии швов вот как мы будем шить этот блок так мы его и рисуем мы нарисовали линию шва здесь переходим во вкладку color и что мы видим центральная часть у нас появилась соответственно мы можем заливать цветом давайте зальем возьмем какой-нибудь инструмент кисть выберем тот цвет который нам понравился я возьму вот этот цвет вот этот хотя давайте вот это возьму и заливаем цветом то что нам нужно залить дальше смотрим у нас центральные так 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 все блок наш готов для того чтобы его сохранить в скетчбуке нам необходимо нажать слева в панели быстрых действий сейфин скетчбук сюда нажимаем чуть выше у нас есть открыть скетчбук и мы видим что блок сохранился в нашем скетчбуке изначально он показывает его бесцветным чтобы посмотреть в каком цвете он у нас сделан мы переключаем клавишу и видим что этот блок у нас есть закрываем скетчбук и переходим в рабочую область квилта work table work on quilt чтобы вставить этот блок мы используем инструмент сетту открывается панель скетчбука и все блоки которые у вас сохранили здесь они у нас появились пожалуйста мы нарисовали этот блок его можем теперь спокойно вставить в наш квилт будущий квилт вот таким вот образом создается эскиз нового блока которого нет в библиотеке приложения очень бы хотелось бы услышать ваши комментарии все ли вам было понятно пишите и ждите следующего видео всем пока пока пока